Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Здравствуйте! Решим задание 440 и пункт А. Из целых чисел, принадлежащих интервалу минус 3,1, наугад выбираю два числа. Сколькими способами это можно сделать? В предыдущем задании 439 мы уже определились, что числа минус 2, минус 1 и 0 – это все целые числа, которые принадлежат интервалу минус 3,1, так как ни минус 3, ни один интервалу принадлежать не могут. Вот такой вот значок. Это обозначает знак принадлежности. То есть мы написали, что эти числа принадлежат интервалу минус 3,1. И давайте посчитаем, сколько способов у нас существует выбрать два числа. Можно выбрать минус 2, минус 1, минус 2 и 0. Можно выбрать минус 1 и 0. Ну, в общем-то, и все. Мы все варианты перечислили. То есть всего получилось у нас три способа. Также можно было посчитать это по-другому с помощью формулы комбинаторики, которую вы наверняка знаете. Всего у нас три числа. Поэтому первое число, которое мы выбираем, можно выбрать тремя способами. Остается у нас два числа. И второе число, которое мы выбираем, можем выбрать двумя способами. Значит, всего 6. Пункт В. То же самое, только у нас отрезок. Отрезку принадлежат все числа, которые были в пункте А, но и также и концы. То есть минус 3, минус 2, минус 1, 0 и 1. Они будут принадлежать отрезку. От минус 3 до 1. И количество способов выбрать два числа посчитаем по формуле. Первое число, которое мы выбираем, можно выбрать пятью различными способами, потому что у нас 5 различных чисел. Одно число выбрали, четыре числа еще осталось. И второе число мы уже можем выбрать четырьмя различными способами. Значит, всего будет 20 способов выбрать два числа. Можно было, конечно, написать объяснение, что первое число выбрать можно пятью способами. Соответственно, второе число – четыре способа выбрать. А всего 5 умноженное на 4 будет 20 способов. И выполнили задание 440. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.